Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 февраля. Я все не могу настроиться на то, что кончился январь и начался февраль. Все говорю январь-январь. Сейчас мы дошли до самой интересной темы. Это то есть будем выбирать самые вкусные, самые крупные салатные сорта томатов. Вот. Перед этим я уже рассказывала, какие выбрать сорта для зимнего хранения, называла их, какие выбрать сорта для консервирования, какие больше подходят, какие выбрать сорта самые неприхотливые для раннего урожая, низкорослые, какие выбрать сорта для выращивания в тоннелях. Все. Обо всех договорились, поговорили. Теперь остались у нас те томаты, которые выращивает каждый огородник. Потому что для хранения для зимнего хранения не все этим занимаются. Даже не все занимаются консервированием. Не все занимаются вот всеми остальными томатами, но салатными сортами занимаются выращиванием все. Потому что это основное. Именно ради этих сортов мы все лето тратим свое драгоценное время. Не на берегу где-то сидим на пикнике, отдыхаем, а вот между ряди, на четвереньках шуршим, посынкуем их там, ну, обрабатываем. Они требуют большого ухода. Это те самые неженки, та самая вкуснятина, ради которой некоторые держат свои участки. Все. Долго их хвалить не буду. Все знают, что они очень вкусные, очень крупные, трудоемкие, да. Я через два дня буду сеять крупноплодные вот эти салатные сорта для выращивания в теплице. И если в предыдущем посеве я говорила, что это не для всех, это равно, не сейте, то сейчас, первая декада февраля и средина февраля, это самое время для посева, кто выращивает в теплицах. Для посева именно вот этих индотерминатных, высокорослых, крупноплодных, с длительным сроком вегетации томатов, потому что у них немного срок побольше, чем у других. И они у нас, для того, чтобы все вызрели, мы их сеем в первую очередь. Я уже про это говорила. А все скороспелочки и среднеспелые будут потом. Ну вот я сейчас сею, у меня тут есть и среднеспелые все, но в основном это двухметровые. Вот сейчас я характеристику вот. Например, я наметила клубничный десерт буду сеять. Вот такой, ну он под вид, как клубничное дерево. Написано, для выращивания в теплицах высокорослый, среднеспелый, плод 300 граммов. И вот по этим характеристикам я вижу, что его нужно сеять в первую очередь. Раз он крупноплодный, раз он высокорослый, и раз он тепличный, значит я начинаю посев с него. И еще перед этим я специально сняла загодя видеоролик о бифтоматах. Вот это тот самый бифтомат. Хотя на пачке не написано, и те, кто не мог определить, что такое бифтомат, я вот хочу выращивать, пишут бифтомат, но не могу найти. На нем не написано, но написано, смотрите, плоды крупные, многокамерные, массой до 300 грамм. Я уже говорила, это вот тот самый признак, по которому мы отсортировываем бифтоматы от обыкновенных. Много камер у него, вес от 150 грамм, тут 300. Это значит клубничный десерт мы уже самостоятельно можем отнести к группе бифтоматов. И как раз вот этот вот посев у нас, который сейчас я буду делать для теплицы, или кто будет делать в марте для открытого грунта в первую очередь, это как раз те самые бифтоматы. Просто мы их так многие не называем. У меня вот нет этого словосочетания в обороте. Я просто говорю, крупноплодные, там среднеспелые, позднеспелые. Вот большинство томатов у меня, конечно, свои семена, но я раз этим занимаюсь, у меня семена, конечно, в больших количествах. Но я много всегда добавляю новых сортов. И все, какие я буду сеять, я вам сейчас назову, вот, 7-го числа, я буду сеять, например, из своих, это батяня, это русский богатырь, это пудовик, это розовый мед, это любимый праздник. Вова Путин, который мне в прошлом году прислали, у меня тоже свои семена, загадка природы. Чудо земли буду сеять снова, в прошлом году у меня не получилось, я посеяла, но почему-то выросли не малиновые, а красные томаты. Я купила еще раз пачку. Буду сеять в магазинные чудо земли, клубничный десерт матреша. Вот. И если пройтись вот по каталогу, многие спрашивают, какие вы сорта сеете в первую очередь, конечно, в первую очередь я сею только вот эти вот салатные, так называемые бифтоматы. Если пройтись по каталогу, то вот первые, например, я вот уже называла, ядлоки на снегу, там челнок, перчики, банан сибирский, дамский пальчик, огородный колдун. Я их никогда не сею в первую очередь. Это обычно такие или консервные, или там, ну, для получения раннего урожая. Потом уже идут дальше, например, вот, сейчас скажу, бычий лоб, перцевидный гигант, относится вот к таким крупноплодным. Пожалуйста, сибирское яблоко, ботяня, гигант лимонный, бычье сердце, король гигант, воловье сердце, гигантелла, чудо-сада, рубиновый кубок, гордость Сибири, тяжеловес Сибири, Кенигсберг, золотые купола, анжела гигант, розовый мясистый, медовый, розовый гигант, медовый король, абаканский розовый, он тоже тепличный, нужный размер, космонавт волков, прекрасный тепличный сорт, тоже его буду сеять в русскую, в первую очередь, русский богатырь, малиновый богатырь, розовое сердце, их можно даже не перечислять, у меня половина, вот, на всей моей коллекции, это вот эти крупноплодные. Их я всегда высеваю в первую очередь. Сейчас, вот, седьмого числа я буду сеять их для теплицы, а в марте, также в первую очередь, седьмого, восьмого марта, я буду их сеять для открытого грунта. То есть, все крупные, все вот такие вот, которые великаны, они у меня идут на посев в первую очередь. И еще сразу добавлю, что все эти сорта, вот у меня свои, вот, которые я купила, вот эта вот стопка, это они, все эти сорта повышенного ухода от нас потребуют. То есть, обязательно посынкование, обязательно подвязка, обязательно подвязка, потому что большинство из них высокие, которые даже не высокие, вот, как любимый праздник, он метр, ну, полтора метра, такие огромные плоды подвязывать к чему-то обязательно, или шпалера, или колышек, все это, обязательно, как, выдерживать расстояние между ними, потому что вы понимаете, вот эти крупные плоды, они требуют большей площади, я уже не посажу, как демидов, загущено, когда 6 штук на 1 квадратный метр, расстояние выдерживать обязательно, если у вас грунт неплодородный, они потребуют обязательно подкормок дополнительных, опять из-за того, что крупное, и вот с этими томатами, как раз, пригодятся вам вот те темы, которые мы в прошлом году проходили, это формирование количества завязей, формирование количества цветков, лишние цветки убираем, лишние пасынки все убираем, все лишнее убирать, для того, чтобы они действительно показали вам, какой большой плод они могут дать вам, какими могут быть они вкусными и мясистыми, если вот эти приемы ухода вы не будете соблюдать, то вы не получите вот таких вот крупноплодных, каких ожидаете, вот я с русским богатырем у меня такое было, пожирела цветы, и вместо 500 граммовых плодов получила много-много, 150 граммовых, вот прям много-много, зачем они такие, он русский богатырь, должен быть крупный, все, вот мы выбрали сорта, как вы, ну вот не обязательно, например, вот те, которые я назвала, или те, которые у меня здесь, просто смотрите, даже если не написано, что салатный сорт, если он крупноплодный, если он индетерминатный, если он среднеспелый или познеспелый, это ясно, если написано еще многокамерный, это ясно, что это салатный сорт, и готовьтесь к тому, что он потребует у вас большего ухода, чем скороспелки, и чем вот эти середняки, которые до 150 граммов, но мы прощаем им все, за то, что они вот после всех этих процедур по уходам, все дают нам вот эти плоды, которые самые вкусные, самые ароматные, разломишь, вот эта мякоть такая арбузная, крупнозернистая, мы прощаем этим капризникам все, да, они капризные, да, они немножко побольше требуют к себе внимания, но они вас обязательно отблагодарят, своими так называемыми бифтоматовыми плодами, до свидания, с вами была Ольга Чернова, следующее видео будет, что нужно сделать, чтобы вырастить здоровую, крепкую рассаду, каких правил нужно придерживаться.